Добрый день, добрый день, мои дорогие и любимые водолеи! Добро пожаловать на мой канал! И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на эту большую, мощную и интересную весну. Да, на март, апрель и на май. То, что вы просили в долгосрочную перспективу для того, чтобы построить план, делать, не делать, реализовываться, куда идти, чем зарабатывать, какие будут отношения, любовь, сфера, здоровье и тому подобное. Поэтому присаживайтесь поудобнее и я, конечно же, все вам расскажу. Да, мои дорогие водолеи, я бы сказала, что эту весну можно смело назвать так красиво «Весна возможностей». Не просто так, потому что я истинно считаю, что в эту весну у нас с вами большие, гигантские перспективы. И это не просто голословно, это то, ради чего, можно сказать, мы страдали последние полгода. Да, особенно зафиналили, я бы так сказала, январь и февраль страданиями, болями, переживаниями, моментами ожидания. И, как говорится, пришло время действовать. Да, что касается марта, то в марте, конечно, если вы не смотрели гороскоп на март месяц, в конце видео обязательно прикреплю там точечно все про март, но если коротенько, если коротенько, то март все-таки тот месяц, когда еще необходимо запастись терпением, когда необходимо все-таки постараться не скандалить, не рвать отношения, не сжигать мосты, я бы это так сказала, потому что больше, чем половина марта будет ваш управитель Уран в квадратуре с Марсом. Здесь, конечно, такой момент, когда захочется все бросить, обнулиться, вообще все натворить, уехать и сказать все, давай до свидания. Поэтому здесь, ребята, да, здесь понимаете, что захочется сделать именно так. Но, в принципе, если вы понимаете, что проект уже себя изжил, то почему бы и нет, да? Если вы понимаете, что нет, ну все-таки, ну вот это не про меня история, все-таки это мне важно, это мне необходимо, понимайте. Но имейте свойство понимать, что иногда какие-то вещи заканчиваются, иногда какие-то моменты приходится переживать. И да, март проверит вас все-таки на вот выносливость, ожидание, реальность, насколько емко ваше терпение, я бы так сказала. И я бы не сказала, что для водолеев это плохо, потому что, ну, водолей такой достаточно нетерпеливый знак, хотя вторым вашим управителем является Сатурн. Но вы все-таки не любите терпеливые вот эти вот истории, да? И когда вы терпите, вам кажется, что это адское зло. Ну, просто понимаете, водолей, что все другие знаки зодиака терпят, они понимают, что это нормально. И иногда нужно потерпеть, у всего есть грани, нормы и тому подобное. Но вторая половина марта, скажу вам так, начнет выстраиваться все то, что вы хотели, все, что вы ради чего, вы стремились, сделали, терпели, ждали и надеялись, куда вкладывали сил. И это, да, к сожалению, вторая половина марта, и там у нас с вами коридор затмений. Я вам так скажу, что коридор затмений у нас начинается с лунного затмения, да? Это 25 марта, и продлится коридор затмений, закончится солнечным затмением 8 апреля. И, знаете, я вам так вот скажу, что для вас, для вас сам коридор затмений, все трудности, которые заденут вас там, они вам будут на пользу. Да, основная трудность будет, что, в принципе, будут классно складываться обстоятельства для того, чтобы вы что-то сделали. Да, для того, чтобы вы реализовались, там, успешный успех, работа, продвижение, реклама, пиар, для того, чтобы вы, ну, вот, шли в свою реализацию, повышали свой социальный статус, развивались в будущем. Делали вот, ну, вот все для того, чтобы повысить свой, ну, то есть статус, уровень финансового благосостояния, в том числе, свои моральные ограничения где-то, я бы так сказала, поняли, почему они у вас есть. И вот свои моральные нормы, я не говорю, чтобы вы там от них отказались, да? А для того, чтобы вы поняли и уложили это в своей голове, что вы хотите делать, почему именно вот так уровень своей морали, то есть она у водолеев определенная, да, то есть там мораль, философия, то есть у вас определенное такое мышление, которое иногда не способны понять просто другие знаки зодиака, как я люблю всегда говорить, слишком гениальны для того, чтобы познать простые истины, да? И это реально такая история про водолеев, и здесь, мои дорогие, вот вам нужно прям реально четко понять, что вы именно хотите. И для того, чтобы вам что-то реализовать, ну, вам необходимо это реализовать, ну, вот в реальном мире, который есть сейчас. Да, он сложный, он с каждым годом будет все усложняться и усложняться, а вам, ну, необходимо все процветать и процветать. И вот здесь необходимо понять, как в условиях настоящей действительности вам необходимо действовать. Действовать по сердцу, действовать креативно, действовать изобретательно для того, чтобы максимально раскрыть свои таланты. А у водолеев талантов очень много. Это мозги. За что лично я люблю водолеев, это мозги, умение думать широко, масштабно, умение реализоваться просто во всем. Если вы, конечно, черпаете энергию со своего солнца, вы живете как по водолейскому солнцу, вы прям водолей, который постоянно что-то изобретает, что-то делает, интересно что-то постоянно делать, развить свой мозг, что-то где-то изучить, обучиться. То есть, когда вы живете в таком постоянном состоянии, вам что-то нужно, тогда да, тогда это, естественно, вот тот самый большой гороскоп на весну для водолеев, который необходим к реализации для того, чтобы реализовались реально вы и здесь реально действуете. Потому что все, что давно в вас томилось, вы боялись разбудить вот этот вулкан возможностей, делайте. Ну, потому что, если, во-первых, скажу вам так, начнется эта вся история в коридор затмений, если вы не начнете проявлять ее туда дальше, да, а еще раз на секундочку скажу, несмотря на то, что у нас ретроград на Меркурии с 3 по 26 апреля, то здесь момент того, что вы, скорее всего, встанете на те лыжи, которые раньше боялись реализовать, и вы начнете продвигаться в той области, в которой раньше боялись что-то сделать. Но причем это начнет вам приносить какие-то невероятные деньги, в невероятных масштабах деньги и финансы, и вы скажете, а что так можно было? Да, просто необходимо было в голове у себя понять, что вот вы хотите вот так вот так вот много, но, а по факту в реальном мире, вот как это нужно сделать, как сейчас? Я понимаю, что у вас есть такая утопическая идея, как оно должно быть, как оно должно быть в идеальном мире. Ребят, ну мы сейчас не в идеальном мире живем, и это просто примите для того, чтобы жить, ну реально начать жить, не придумывать там себе какие-то иллюзии, да, то есть фантасмагории, а для того, чтобы реально делать здесь, не просто так слово «реально» говорю, потому что мир на самом деле сложный, И реальность не всегда такая приятная и легкая у водолея, поэтому придется вот так вот потрудиться. И если мы с вами говорим про апрель, то здесь, конечно же, да. Конечно же, да, во второй половине апреля здесь, конечно, возникнет такой мощный диссонанс. Что я хочу, у меня не получается, как я хочу, я хочу ярко, но при этом, при этом на всех этих эмоциях вам придется все-таки совладать с ними, и у вас получится вырулить эту энергию туда, куда вы хотите, да. Немножко терпения, ребят, чуточку запаситесь, потому что все-таки Марс будет в соединении с Сатурном, вашим вторым управителем, и к Урану, к вашему первому управителю, он будет просто в приятном секстиле, который скажет, работай. Хорошо, работай, красиво, продуктивно работай, развивайся, будете тебе счастье, поэтому, да, скажу, что апрель для водолеев будет потрясающей финансово, удачной, успешной. Но, ребят, я скажу так, это будет конец апреля, да, начало апреля все-таки еще трудитесь, но скажу так, круче апреля будет только май, но ради этого мая необходимо прям потрудиться. Да, необходимо прям вот начать делать все, что вы давно хотели, все то, что вы давно боялись, все то, что вы давно откладывали на потом. И да, конечно же, это будет волнительно, потому что всегда, когда мы идем куда-то реализовываться, да, то есть в свою реализацию, в социальную, когда мы начинаем заниматься тем делом, которым мы хотели, мы себе разрешаем и позволяем этим заниматься, конечно же, нам все это страшно, потому что мы боимся, что нас кто-то осудит, мы боимся, там, полного раскрытия своего я, мы боимся, там, осуждения отца, ну, потому что водолеи, у них такая очень сложная история с папами, если они не реализованы до сих пор в жизни, да, то есть не имеют стабильный финансовый доход, не имеют, там, семью, да, в том числе, такую душевную, яркую, интересную, да, больше, конечно же, здесь история про реализацию социальную себя в этом глобальном мире, у водолеев это, естественно, вопросик всегда, что я такого сделал для этого мира, и здесь, конечно же, всегда вопрос, почему у вас нет этой реализации, и здесь, конечно же, такая очень интересная история с папами всегда появляется, делали я папе вопреки на зло, наоборот, чтобы не получилось, хочу, наоборот, с ним посоревноваться, или же сделать, наоборот, вопреки, на точности все наоборот, что он мне сказал, это такая свобода выражения водолейская, я бы это сказала, которая отчасти по жизни-то и мешает в самой реализации, просто поймите, что вы просто чисто копия папы, и если ваш папа в реализацию не пошел и считает какие-то ваши таланты, которые в его время у него развить не получилось, а вы хотите это развить, ну, потому что по генетике 100% вам передалось, я бы так сказала, множество талантов от папы, его черты характера, внешность однозначно даже, да, у многих водолеев передается, и здесь такие вопросики, повадки, манеры, я про это уж не говорю, да, это однозначно так, и если же вы, конечно же, отрицаете своего папу, и говорите, что я на него вообще не похож, ребят, ну, такого быть не может, мы все дети своих родителей, но у водолеев здесь особая такая история, которая они вот свое такое свободолюбие выражают вот так экстраординарно, да, иногда наплевав на все правила, устои, да, решения и договоренности, лишь бы только сделать вопреки, поэтому здесь посмотрите, дорогие водолеи, какие у вас отношения с папой, и почему вы не реализованы, делаете вы вопреки, для того, чтобы лишь бы не получилось, как он сказал, ну, а почему нет, как говорится, одна и та же кровинушка, но делайте, реализовывайтесь, мир только за то, чтобы вы реализовались, потому что у человечества надежда только на вас, потому что только вы создадете что-то, нечто такое большое, глобальное, что улучшит этот мир, поэтому, да, ребят, здесь необходимо думать смело, масштабно, мощно, но при этом, если же у вас сейчас на данный момент в жизни вот непонятно, что перед вами, конечно же, решайте свои обычные вопросы, естественно, максимально быстро вам говорю это, потому что в март, ну, первая половина точно заставит побегать, поломать голову, и есть ради чего, на самом-то деле, для того, чтобы вы потом ценили все то, чего вы достигнете этой весной, потому что у водолеев есть такая простая особенность, быстро все забывать, не ценить, выбрасывать, рушить, просто потому что надоело, не приходит решение, не получается сразу, именно здесь как раз-таки пригодится то самое терпение, которое вы всегда хотите обойти, ребят, необходимо, важно, нужно, вот есть ради чего, и есть та самая возможность для реализации, поэтому я вам говорю реализовывайтесь, при этом вас, естественно, события еще будут подгонять для того, чтобы куда-то поехать, переехать, перемещаться, передвигаться, расширять масштаб своей деятельности в международный, да, и, естественно, все будет к этому идти, и, конечно же, используйте эти возможности, потому что, если вы будете не использовать эти возможности, тогда, конечно, вам захочется, что? Захочется в личной жизни натворить дел от того, что сами не можете в голове у себя соединить винтики, понимаете, ну, все, уже пришло время для реализации, хватит томиться, да, не портите отношения, самые-самые сложные отношения здесь, это будет, конечно же, в марте, в апреле-май все-таки, все-таки я рассчитываю на то, что у вас будет прекрасное понимание то, куда вы идете, кто вы, зачем вы, что вы уже пройдете вот этот свой путь и встанете на свои, как говорится, лыжи, да, поэтому у меня вопросы к вашим отношениям только в марте, потому что они реально могут пошатнуться, но здесь понимаете и возьмите на себя ответственность, то эти отношения вам нужны, важны и стойте за них горой в том числе. Что касается здоровья, ну, здоровья у меня вопросиков нет для вас, дорогие водолеи, весной оно у вас будет прекрасно, если вы развиваетесь, если вы действуете, если энергия, которая вас ждала, томилась того самого момента, щелчка, звонка, как угодно называете, если вы будете ее реализовывать, если вы пойдете через свои страхи, через свои переживания, через свои боли, амбиции, которые вот хочется вот всем вот так показать, тогда да, тогда у вас все будет хорошо и прекрасно. Если же вы будете сидеть, ждать, мяться, волноваться, бояться и ничего не делать, то будете сидеть, ворчать, переживать, обвинять всех вокруг, говорить, как вас все достали, как они вам говорят все то, что говорить не надо, как они вам показывают направление, куда надо действовать, а вы этого не видите, хотя вы сами знаете, куда вам необходимо действовать, потому что все водолеи родились четким вектором, чего они хотят в этом мире сделать, и просто эта история, она настолько глобальная, настолько масштабная, что вот страшно же за нее вот так вот браться, это же надо много сил приложить, труда и действия, потому что куда ни возьмись, это все очень энергозатратно, мозговая деятельность тоже должна быть супер затратной, выхлоп должен быть тоже классный, но для этого необходимо потратить время. И здесь водолеи такой, ну так, а можно что-нибудь попросить, что вот так вот быстренько, быстренько, и особо ответственность на себе не брать, быстренько что-то там сделал, денежку получил, нормально. Ребят, ну да, раньше так работало. Вот когда водолей молодой, вот эта схема работает, отлично. Пошел где-то что-то там быстро, ничего, казалось бы, не поделал, не напрекся и заработал. Но с моментом взросления, когда вы переходите серьезный возраст, там 35 плюс, 40 плюс, к 44, если вы еще не уяснили этот подход к жизни, что он должен быть такой основательный, да, конечно, в 44-45 придет оппозиция урана и захочется вот прям все резко разрушить. Но, ребят, не надо рушить жизнь, надо рушить свой подход к жизни, к работе, к реализации, ну, к реализации всех своих талантов, потому что вы, мои дорогие, любимые водолеи, очень талантливый знак зодиака, но почему-то, почему-то все водолеи, которых я знаю, у них основная такая история. Вот я бы это делала, если бы у меня был закрыт вопрос с деньгами. Я бы это делала, если вот мне бы вот сначала вот нужно предоставить вот это вот, если бы у меня вот это вот было, тогда бы я бы этим занимался. Ребят, классная водолейская позиция, но такая, знаете, постарайтесь сами, постарайтесь, начните стараться туда, и да, ребят, хочется легко, хочется быстро, хочется феноменально быстро, да, это абсолютно водолейское, и когда, если сразу не выгорает, вы перегораете. Нет, ребята, в долгу, да. Ну, вот так работает, к сожалению, этот мир, и я вам скажу больше, что ваша реализация в этом мире, ну, что есть реализация? Это когда вы пристраиваете все таланты, которые у вас есть, вы берете их, собираете их в такой вот большой опыт, да, и начинаете их все реализовать, и они начинают все играть. Это как вот все клавиши на пианино, да, они все, когда играют, получаются такое крутое произведение. Но точно так же, как и вот с вами, когда все ваши таланты начинают работать, и вы понимаете, ничего себе, какое классно, ничего себе, сколько я умею, а как я могу это людям-то помогать вот так масштабно и красиво. Да, дорогие мои водолеи, вот про вас абсолютно вот эта история, поэтому здесь весна, она для вас реально весна возможностей, и поэтому я не скажу, что будет в этом году еще время, когда очень много нам будет даваться вероятности для того, чтобы реализоваться, потому что сейчас все планеты находятся в директном положении. Да, там, конечно, ретроградный Меркурий, но дадим ему на скидку момент, когда вот, ну, вот, бывает люди тупят, сбоит немножко техника, договоренности. Это момент временный, это все проходит. Иногда, кстати, ретроградный Меркурий и вам в этом апреле, он будет тоже на пользу. Поэтому здесь просто понимаете, что люди могут потупливать, что-то может сбиваться, но, тем не менее, то, куда вы идете, оно с вами случится. Здесь главное действовать и признать себе, кто вы есть на самом деле. Да, сын своего отца, да, человек, который имеет много талантов, но почему-то в настоящее время до сих пор не реализован. Почему? Потому что ждет определенного момента. Ну, ребят, вот я вам говорю, что этот момент настал. Начинайте, внедряйте и действуйте, и будет вам хорошо. Дорогие мои любимые водолеи, с вами была я. Я надеюсь, что была полезна. Если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях под этим видео обязательно дата, время и место вашего рождения, и, собственно, вопрос для того, чтобы я могла на него четко ответить. И понимайте, понимайте, что ваше будущее зависит от вас, и если вы действуете, действуете быстрее, и начинаете прямо сейчас в эту весну внедрять, тогда уже к концу года у вас получится очень много и классно. Получится уже даже к лету. Вы уже в мае даже поймете, ну, боже мой, как почему же это раньше не работало? А потому что сейчас тот самый момент, который вы ждали. Поэтому не упускайте его. Ребят, спасибо, что были здесь, что досмотрели это видео до конца. В конце по классике актуальные ролики, которые вы можете посмотреть на них, опереться и принять верное решение. И я же прощаюсь с вами до следующего видео. Все прекрасные, мощные, активные, заряженные весны делайте, внедряйте, не упускайте ни одну возможность, которая будет в вашем пути, но обязательно понимайте и оценивайте риски, потому что риски обязательно будут. И здесь вы должны понимать, насколько вы готовы идти в риски, и насколько вы готовы все-таки вложиться в стабильность. Вот этот тонкий момент чувствуйте, понимайте и адекватно оценивайте. Ребят, я с вами прощаюсь и увидимся далее. Пока-пока.